Всем огромный привет! Очень рада быть снова с вами. Сегодня хочу сделать такой вот ролик покупки из магазина Walmart. Думаю, все мы знакомы магазин. Я, конечно же, более всегда там скупливаюсь, потому что там просто-напросто все, что хочешь и что не хочешь. Из-за этого, большинство, конечно же, я приобретаю все продукты именно там. И давайте начнем, что же все-таки я приобрел. Наверное, все-таки начнем мы из воды. Вот. И я взял. Это идет у нас сок. Сейчас я достану. Это мультифруктовый сок. Называется наш сок. Вот такой. Здесь идет у нас 2 литра. Стоит 37 гривен 69 копеек. Так. Я поставлю здесь, потому что я же вырую здесь воды. Воды сейчас будут. Я так попробую ее где-то, чтобы было лучше видно. Так. Следующий. Еще один. А что-то я его не вижу. Ага. Все. Нашел. Так. Следующая у нас идет вода. Вот. Здесь идет у нас клубника и яблоко. Это такая вот фруджи. Очень, кстати, хорошая вода. Она без красителей. И здесь такой вот именно легкий привкус клубники и яблока. Так что, надо сказать, что минеральная вода и с таким легким привкусом. Очень классный, очень приятный вкус. И кто любит именно просто вот минеральную воду, без всяких там красителей, то как раз самый-самый раз. Здесь полтора литра. И стоит эта вода 13 гривен 27 копеек. Так. Так что, вот такая вот вода. Следующая вода. Так. Это у нас идет, и, конечно же, ну как же без моей любимой воды. Это идет у нас пинаколада. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот. Моя любимая вода. Очень я ее люблю. Вот такая вот пинаколада. Очень. Я от нее в восторге. И здесь у нас находится 2 литра. Вот. Вообще просто бомбезная. И также стоит она, сейчас я посмотрю и скажу. Так. 15 гривен 91 копейка. Так что, вода просто суперская. Так. Следующее. Следующее, что я хочу вам показать. Это, конечно, пепси. Но как же тоже без пепси. Очень люблю именно вот это пепси. И слава богу, что есть уже в больших миллилитражах. Это идет у нас пепси со вкусом манго. Очень обожаю это пепси. Я от этого пепси просто-напросто в восторге. И здесь у нас 2 литра. И пепси у нас стоит... Так. Главное не пропустить. Сейчас я посмотрю. Стоит 21 гривна 29 копеек. Вот. Ну, я же говорю, очень вкусная. Я от этой воды в восторге. Ну, и также еще плюс. Я приобрел колу. Вот такая вот кола. Здесь у нас находится 2 литра. И кола у нас стоит... Сейчас я найду. 29 гривен 6 копеек. Так что, такая еще плюс и кола. И последняя вода, которую я еще приобрел, это утренняя роса и со вкусом лимона. Также, что хочу сказать, что она идет как минеральная. Ну, и здесь также идет легкий привкус лимона. Здесь у нас 2 литра. Вот. И стоит такая вода 9 гривен 91 копейка. Так что, у меня прям здесь целый арсенал разной воды. Вот так, чтобы было лучше видно. Приступаем дальше. Так, это у меня был пакет чисто из водой и соком. И приступаем дальше. Следующее, что хочу показать, это я приобретал именно... Так, яйца куриные. Ну, получается, что... Как-то тут тоже так как-то расписано. Сразу идет у нас общая цена на эти яйца. Ну, получается, яйца что-то там по 17 гривен с копейками. Ну, так как я брал 2 упаковки яиц по... Ну, получается, 20 штук за 2 упаковки. Ну, здесь получается, ну, в упаковке 10 штук. Это хит-продукт. И я же говорю, самая такая хорошая достойная цена с 17 копейками. И получилось у меня за 2 упаковки 35 гривен 68 копеек. Так что, 2 упаковки вот яиц. Так, приступаем дальше. Также приобрел я молоко. Вот, молоко я очень сильно люблю. Ну, как же без молока? Так, подождите. Что-то я тут не могу определиться с этим чеком. Такое что-то уже наделанное, что я тут уже не разберу. Ага, получается, что я хочу сказать, что... Ага, получается, что яйца стоят 17 гривен. Яйца стоят 17 гривен 84 копейки. Ну, и как раз получается 35 гривен 68 копеек. Также я приобретал молоко. Ну, я всегда молоко, потому что у меня молоко и для, как говорится, и для еды, и так и для кофе. Так что я очень люблю именно вот такое вот селянское молоко. Здесь 2,5% жирности. 900 грамм именно в упаковке. Получается, одна пачка у нас стоит 25 гривен 41 копейка. За 2 пачки получилось и 50 гривен 82 копейки. Вот, так что взял 2 упаковки молока. Так, следующее. Это взял я филе форели. Где она тут, эта форель? Так, слабосоленая форель. Вот такая. Здесь у нас присутствует 180 грамм в упаковочке. Вот. И стоит... Сейчас я посмотрю. 123 гривны 47 копеек. Как раз была очень хорошая цена. Там оно и шло по акции. Так что, почему бы нет? Вот, потому что так оно намного дороже стоит. Так что, то, что надо. Так, дальше. Следующее приобрел я масло. Так, также очень люблю я такое вот масло. Это у нас идет серия ферма. Вот такое вот селянское, сладковершковое. Вот такое вот масло. В упаковке 180 грамм 73 процента жирности. И получается, что масло у нас стоит одно 45 гривен 67 копеек. Я приобрел два масла. Получилось 91 гривна 34 копейки. Вот, где-то я вот тут поставлю. Так, следующее. Так, главное, чтобы ничего не пропустить из щека. Следующее. Это я взял майонез. Также очень классный. Я его люблю. И постоянно я приобретаю именно вот этот майонез. Майонез соус. В упаковке. Это большая упаковка. 460 грамм. Да, серия люкс. Вот, и 35 процентов жирности именно в этом майонезе. Но майонез действительно такой вкусный, как именно домашний. Как самого приготовления этого майонеза. И майонез у нас стоит 14 гривен 26 копеек. Так, следующее. Также я приобрел икру. Лосось его. Так, также была очень хорошая акция на эту икру. Получается вот такая вот именно зернистая красная икра форели. В упаковочке у нас идет 80 грамм. Традиционно смачно. И фирма Камчадал. Вот, и я знаю, что эта икра очень вкусная. Она, блин, немножко руки дрожат, потому что пакеты нес. Вот. Ну, а то немножко, конечно же, сейчас прям дрожат, как после я не знаю чего. Вот. И узнавал по поводу этой икры. Очень, кстати, вкусная. И не такая прям желейная, что нереально ее кушать. Так, что, конечно же, я приобретал более, чтобы она была вкусная. Вот. И более-менее натуральная. Вот. И по хорошей акции, потому что там была действительно очень хорошая акция, 80 грамм. Стоит 109 гривен 10 копеек. Так, что действительно акция очень достойная. А так она стоила почти около 200 гривен где-то вот без акций. Так что, вот. Так, следующее, что мы тут есть. Так же я еще приобрел печень трески. Так, вот. Одна у меня упаковка есть. И еще я одну решил приобрести. Так же, вот я, конечно же, еще ее не открывал. Такую же я приобретал. Я думаю, все вы знаете в предыдущем ролике, когда я показывал. Вот. Но мне еще надо. Еще была. То я решил все-таки еще приобрести еще такую уже сам. И надеюсь, что будет вкусная. Вот. Так, здесь у нас... Сколько здесь... Сейчас я посмотрю, сколько здесь у нас грамм. Так, 121 грамм. И так же была очень хорошая цена, как и тот раз. 37 гривен 4 копейки. Так что, ну как же не приобрести. У меня, я же говорю, я всегда любитель. И канапешек. Плюс я еще хочу сделать... Такие вот именно... Корзинки из... Типа, начинка. В корзинках будет, типа, плавленый сыр. И с форелью, типа, там, в перемешку. Типа, такая вот получается паста. Но очень такая вот вкусная получается закуска. Так что мне, конечно же, это нужно. Так, следующее, что же я приобрел. Так же мне очень нравится соус барбекю. Вот. Ну, я такие вещи люблю. И как раз к мясу будет самый-самый раз. Вообще, люблю этот соус. Обожаю от серии торчин. Вот. Она идет и со сливовым пюре, и медом. Ну, очень я уже не первый раз беру. И остаюсь в восторге именно от этого соуса. Просто для мяса, для жарной картошки. Будет вам идти самый-самый раз. Кстати, он очень похож этот соус, как в Макдональдсе. Именно в барбекю. Так что, очень вкусный. Так. И соус у нас барбекю 200 грамм. Стоит 20 гривен 65 копеек. Вот. Так что, ну как же без него. Также приобрел я пасту томатную. Так. Ну, я в больших упаковках, в банках я томатных паст не беру. Потому что это слишком много. И мне так уж много не нужно. За это я всегда беру вот такие вот стики. И мама вечно тоже мне дает вот такие стики. Чумак. Вот такая вот томатная паста 25%. Да. И 100% натуральный типа. Ну, я не знаю, что там 25% помидоров, наверное, или что. Ну, естественно, не знаю, короче. Но очень вкусная. Мне очень нравится именно эта паста от Чумак. Я от нее в восторге. И паста в упаковке у нас идет 70 грамм. И получается, что каждая упаковка идет по 5 гривен 24 копейки. Это мне обошлось за 10 гривен 48 копеек. Вот. Так что мне это надо. Вот. Потому что все-таки еще хочу сделать летнее жаркое. Так что томатная паста, конечно же, нужно. Так. Так же приобрел я нежный кетчуп. Ну, на украинском лагидный кетчуп. Так же торчин. Так же мне очень нравятся вот эти кетчупы. Я их тоже очень люблю. Так же к мясу по полной программе можно. И кетчуп 540 грамм стоит у нас 20 гривен 40 копеек. Так что еще вот такую вот штуку приобрел. Так. Я буду немножко, наверное, вот так делать. Потому что потом ничего видно не будет. Так. Следующее, что я приобрел. Так. Паста уже. Кетчуп так же. И, как всегда, для канапешек, как же без этого. Я же приобретаю, конечно же, сыр янтарь. Думаю, все мы уже известны. Очень мне он нравится. Я его очень люблю. В упаковке 180 грамм. Она идет именно в такой вот коробке. Вот. Когда вот открываем, вот такой вот вариант идет. Именно этого сыра. Так. И получается у нас сыр янтарь. Сыр янтарь стоит 22 гривны 37 копеек. Вот. Ну, я же говорю, что классная штука. Вот. Я же говорю, для канапе пойдет самый раз. Так. Следующее. Также приобрел я... Ээээ... Эээээ... кстати их очень хорошая фирма очень вкусные такой вот именно морской коктейль так соленые в масле по карибским это все сделано и здесь у нас боже прами витамины есть и минералы есть и омега-3 тут присутствует короче в упаковке 180 грамм и сам по себе идет вот такой вот коктейль так и таких конечно же как твою ее йохи ну я думаю будет видно таких я коктейлей приобрел именно две штуки получается что каждый морской коктейль не стоит 40 гривен и 78 копеек мне это все обошлось за 81 гривну 56 копеек так и и последнее что хочу ну предпоследнее что еще хочу я вам показать также это это она так также я решил если вот у меня идет морской коктейль но хочу еще до морского коктейля еще какой-то деликатес ну как говорится красиво жить не запретишь бывает что это хочется все таки себя чем-то побаловать не только себя побаловать вот и как я всегда говорю мы живем от всего лишь один раз ну и почему бы не взять и не попробовать это у нас идет и клешни мальского краба в масле вот такие вот упаковка виси также серия очень классная вот такие вот именно 340 грамм в упаковке и сами по себе вот такие вот маринованные клешни очень такие прямо смотрю ну просто я уже и хочу я вообще люблю морепродукты именно вот такие вот и какие-то вот раки краби такси так дальше так что вот и захотелось мне действительно вот и именно вот такие вот майского краба клешни да вот попробовать почему бы и нет вообще просто ой вкуснота что какая наверное так и стоит это у нас 88 гривен 35 копеек так что я живу как раз именно к этим это будет идти самый-самый раз вообще просто супер и последнее что я тоже еще приобрел это нас идет креветки и так креветки мини-мини что-то там еще что-то ну короче вот такие вот и называется вот такие тоже серия виси также креветки мини из суры и сурими с пряночем и еще и чесноковом масле вот такие вот креветочки вот также они в масле также очень хочется попробовать я живу мы живем один раз почему бы хоть и хотя бы как говорится раз в год вот особенно еще себя вот так вот не побаловать правда же я тоже об этом и также они стоят 88 гривен 35 копеек так же как и клешни такая же самая цена именно и этих вот и господи этих креветок так что вот такие вот у меня были покупки вот ну как всегда все то что нужно и без этого никак вот и получился у меня чек я так вот покажу valmart такой я живу что там именно цены такие что если я там можно найти по бану можно хара по хорошей цене конечно же что-то найти вообще просто так что цена уйдет у нас и полностью этих продуктов надо вид на девятьсот двадцать три гривны 50 копеек так что вот такие вот были у меня продукты так что спасибо мои хорошие что вы были со мной надеюсь было интересно может и полезно и как всегда до новых встреч целую люблю вашей пока пока